Всем привет! В этом ролике будет перевод объекта сюжетной ветви SCP Смоляное убежище. В описании есть ссылка на весь плейлист по нему. Также не забывайте заглядывать в нашу группу в Телеграме, там переводы появляются на день или два раньше. Объект SCP-2940, класс объекта Евклид. Особое условие содержания. Наблюдательный пост 43 был создан на побережье Аокегахары. Он имеет внешний вид и функциональность поста наблюдения за самоубийцами. Системы связи должны быть предоставлены экземпляром SCP-2940-A на первом этаже, чтобы передавать запросы или совершать экстренные звонки по поводу возможных нарушений условий содержания SCP-2940-B. Пересмотренные процедуры. По состоянию на 04.01.2015 связь со всеми экземплярами SCP-2940-A должна быть прекращена. Экземпляры должны быть усмирены в случае дальнейшего сопротивления. Предоставление доступа к нижним уровням SCP-2940 для экземпляров SCP-2940-A было сочтено ненужным. Однако усиленные меры безопасности по периметру SCP-2940 в настоящее время рассматриваются из-за опасений по поводу самосодержания SCP-2940-B. Описание. SCP-2940 – это обширный подземный бункер, расположенный в Ау-Кигахаре, лесу у подножья горы Фудзи. Он построен в основном из бетона и стали и простирается на 9 метров под землю. Имеются некоторые структурные сходства с немецкими промышленными бункерами времен Второй мировой войны, хотя большинство комнат были преобразованы в жилые помещения. Необитаемые помещения SCP-2440 демонстрируют значительную степень разрушения, хотя все комнаты, где проживают экземпляры SCP-2940-A, в целом чистые и пригодны для проживания. У SCP-2940 имеется 10 этажей, на каждом из которых находятся 5 жилых помещений, содержащих семьи от 3 до 5 человек, называемых SCP-2940-A, группы от А до Е. Все жилые помещения включают в себя ванную, гостиную и небольшую кухню с мебелью, соответствующей той, что была в Америке в начале 1970-х годов. Приготовленная пища и вода доставляются в каждую резиденцию посредством удалено, который похож на биологические ткани из тонкого кишечника, но частично механизированный. Отходы удаляются с помощью того же процесса. Всего в SCP-2940 присутствует 23 экземпляра SCP-2940-A. Среди них есть люди разных возрастов и этнической принадлежности. Экземпляры SCP-2940-A не могут покинуть SCP-2940, а после смерти приобретают различные физические отклонения. Наиболее часто наблюдаемыми свойствами является автономное существование и возможность репортации по всем жилым помещениям. Вход в SCP-2940 возможен через лестничную клетку, расположенную рядом с медицинским отсеком на каждом этаже. Тем не менее, все экземпляры утверждают, что такой лестничной клетки не существует. Их также нельзя заставить пройти через дверной проем, ведущий к лестничному колодцу. Им мешает невидимое присутствие того, что они называют стенами сооружения. Несмотря на свое положение, в котором они находятся, все экземпляры чрезвычайно гостеприимны и демонстрируют радушие по отношению к персоналу, часто приглашая их присоединиться к трапезе. SCP-2940-A и SCP-2940-B занимают с первого по девятый этажи SCP-2940 из-за влияния временной аномалии. На каждом этаже есть набор уникальных экземпляров SCP-2940-A и B из разных периодов времени. Испытания во время содержания показали, что ни на одном участке SCP-2940 не происходит активного течения времени, за исключением десятого этажа. Устройства для измерения времени не работают, хотя локальное пространство-время позволяет перемещаться и обитать внутри всем объектам в SCP-2940. Однако, начиная с первого этажа, каждый последующий этаж, по-видимому, сдвигается во времени на 46 дней по сравнению с предыдущим этажом. Например, часы, оставленные на первом этаже, можно найти на третьем этаже, и они будут показывать, что прошло 92 дня, несмотря на то, что механизм не работает. Влияние этого на всех обитателей SCP-2940 в настоящее время неизвестно. Не было предпринято никаких попыток извлечь или предотвратить смерть экземпляров SCP-2940-A по причине возможности непредвиденных последствий. Десятый этаж SCP-2940 не подвержен явлениям, изменяющим время. Смотрите приложение 2940-LB4. SCP-2940-B – это труп человека, который постепенно приобретает самостоятельность и враждебность по отношению ко всем живым организмам. При этом враждебность коррелирует с глубиной этажа, на которой он обитает в SCP-2940. Он содержит несколько компонентов из скелета птиц из отряда соколообразных, известные как кречет. Голова заменена на череп без плоти, и обе руки имеют крылья, выходящие из плечевой кости. Оперение обоих крыльев также можно идентифицировать как оперение кречета. Череп SCP-2940-B способен на сильное освещение и накаливание. В эпидермисе SCP-2940-B присутствуют многочисленные рваные раны, которые выделяют вязкое вещество черного цвета. SCP-2940-B атакует все живые организмы, которые наблюдают визуально. Другие чувства ему, похоже, недоступны. SCP-2940-B убивает субъектов, схватив их и поднеся к черепу, температура которого поднимается выше 750 градусов по Цельсию, что вызывает ожоги третьей степени в верхней части тела субъекта. Кроме того, описаны 4 отдельных случая использования SCP-2940-B своего клюва для прокалывания жизненно важных органов. После нанесения смертельных ран, в 70% тела субъектов немедленно разлагаются на 12 литров того же вещества, который вырабатывает SCP-2940-B. После уничтожения всех живых организмов, находящихся в пределах досягаемости SCP-2940-B, он продолжит поглощать любое оставшееся вещество, собирая его руками и вливая прямо в горло. Ниже приведена информация, отмеченная мобильно-оперативной группой РХО-2, городские спелеологи, в ходе исследований. Наблюдение было организовано в резиденции SCP-2940-A, группы Е, где жили 4 человека, состоящие из пары в возрасте 30 лет и их дочери и сына. МОК РХО-2 непосредственно наблюдал за поведением SCP-2940-B и получил видеозапись SCP-2940-A с помощью двух сотрудников класса D. 1. Затрудненное дыхание слышно из SCP-2940-B. Нет движения или реакции на слуховые или тактильные раздражители. Группа Е находится в здоровом состоянии, сообщений о враждебности к персоналу не поступало. 3. SCP-2940-B способен к передвижению на двух ногах и излучает слабое белое свечение. Идет на последовательном цикле мимо всех резиденций. Не атакует. Все семьи по-прежнему радушны, хотя время от времени возникают жалобы на качество и доступность еды. 5. От SCP-2940-B слышен мужской плач. Свет от его черепа эквивалентен свету люминесцентного домашнего освещения и не может привести к смерти от ожогов. Зафиксированы первые акты агрессии. Оставлен инвалидом ребенок из группы А. Отец группы Е пропал без вести. Сын и дочь неоднократно выражают дискомфорт и испытывают тошноту. Мать выражает уверенность в возвращении отца и обращается за помощью к соседям. 7. SCP-2940-B постоянно произносит два слова «Ивовые» и «Ива». Заметный прирост скорости. 7 экземпляров SCP-2940-A убиты после того, как они покинули свои дома по разным причинам, в основном связанным с безопасностью других экземпляров. Брат из группы Е пропал. Гостиная находится в заметном беспорядке. Сестру рвет и тошнит в ванной комнате в течение примерно 20 минут, прежде чем она замолкает. 8. SCP-2940-B незамедлительно атакует всех людей, которые входят в коридор. Ведущий во все жилые помещения и выбрасывает вещество из своего эпидермиса на жертв. Чтобы сковать движение. Была подтверждена смерть минимум 10 экземпляров SCP-2940-A. Похоже, что в работу системы наблюдения вмешались. Экземпляры, брат и мать SCP-2940-A, обращаются к камере, запрашивая возможные рецепты ужина. Оба экземпляра кажутся мертвы и размазаны по стенке неизвестной силой. Черная жидкость залила весь пол в резиденции, по-видимому, выходя из ванной комнаты. 9. Доступ на этаж невозможен из-за постоянных ударов SCP-2940 по двери. Свет от SCP-2940-B очень яркий и вызывает ухудшение зрения при непосредственном наблюдении через щель в дверном проеме. Поведение SCP-2940-A неизвестно. Системы наблюдений, по-видимому, были отключены. Персонал, проводивший предыдущую вылазку, заявил, что услышал несколько женских голосов на фоне воплей SCP-2940-B. Приложение 2940-LB4. Этаж 10 содержит несколько устройств, отвечающих за снабжение экземпляров SCP-2940-A предметами первой необходимости. Все полностью функционально, несмотря на условия жизни, в которых SCP-2940-A обитает на нижних этажах. Отдельная ячейка с компьютерным терминалом, шкафами для документов и несколькими документами находится в отдельной комнате. Помимо различных документов, касающихся условий жизни и содержания, также были обнаружены документы, содержащие личные наблюдения. 1.03.33.2 Они сказали мне, что выполнение только работы не будет оптимальным для этого места, так что да. Все пять семей, включая семью Мэтта, в порядке. Мы будем здесь некоторое время, учитывая объем работы, с которым, как мы видим, сталкиваются рабочие и разносчики. Ранее установленные импланты должны удерживать всех от паники, по крайней мере месяц, я не знаю. Связь со штаб-квартирой была беспроблемной. Приятно знать, что о моей семье заботятся. Это все, что мне было нужно. 1.12.33.2 1.2.3 1.13.3.2 Большая беда. Это было намного сильнее, чем обычное землетрясение. И оно прошло через весь бункер. Мой терминал вырубился. Вот вам и последняя модель. Tektronix нуждается в доработке. И теперь я не могу ответить в штаб-квартиру. Когда я разносил барахло, я проверил семьи. Они в порядке и проявляют радушие. Но я думаю, они знают, что что-то не так. Единственное, что я могу сделать, это оставаться на месте и ждать. Я не получил никаких других инструкций. Дата не найдена. Терминал извергает какую-то ерунду. Целостность с MacroSim Origin разорвана. И теперь в НИАС. Что я должен с этим делать? Руководство об этом не говорят ни черта. Я не могу пойти туда, чтобы посмотреть на Мэтта и его детей. Я не хочу знать, что они думают. Но они так не считают, поэтому я должен. Сброс на 0.01 дробь 001. Лестница. Она стала больше. Там все еще два этажа. Но я видел это. Я смотрел, как она растягивается передо мной. Это выглядело, как будто поверхность лестницы начала плавиться и утекать. А еще она светилась синим цветом. Я пошел и вручную запер все дома снаружи. Вода, должно быть, что-то сделала с имплантантами. Но, по крайней мере, они все еще дышат. У меня есть своя отдельная станция для запасов. Но я клянусь, это потому, что я единственный, кто нужен штабу живым. Когда перед Light Courier Enterprises стоит цель, они идут к ней. Больные ублюдки. 0.02 дробь 01. И снова проверил воду. Она больше не была серой, но я определенно видел там кость. Переоделся и вытащил ее. Она растаяла, когда ее вытащил. Весь бак опечатан, не знаю, как это случилось. А еще я поднялся снова. Но я не могу разблокировать некоторые комнаты. Я смог поговорить с тем мальчиком из семьи Альбинсонов. Сказал, что не понимает, что его семья делает там. На полпытье он просто остановился и уставился на меня. Из-под двери их ванной выходила черная масса. И я услышал, что, как мне кажется, было когда-то его мамой. Я убежал, а он смеялся надо мной. 0.03.001. Они сказали, что это только на самый крайний случай. Но я собираюсь оставить их всех. Если я хотя бы принесу необходимые формы, они меня переведут. Поэтому никто не должен знать, что это был я. 0.04.001. Дверь на лестницу автоматически закрылась изнутри. Это значит, что я потерял всех. Если это сообщение кто-то принимает, пожалуйста, скажите моей семье, что я или LCE им не нужны. Покиньте любую из оставшихся групп. Они хотят заставить Майкла работать в течение месяца. А ему всего 13. 0.07.001. Терминал говорит, что глушитель целостности зоны разрушен. В буклете про это ничего нет. Надеюсь на эвакуацию. Удачи всем сотрудникам. 0.3.2001. Моя дверь открылась, и я услышал пение. Мы пойдем посмотреть на посланника Света, настоящего курьера Света. Он здесь. Она, Нес, ты зовешь меня? Эвакуация не нужна, я полон энергии. Я иду встретиться с тобой прямо сейчас. Дополнение SCP-2940-LC5 Большая бронзовая табличка, установленная внутри каждого жилого помещения SCP-2940. На ней выгравировано Light Courier Enterprises, дом-убежище. Добро пожаловать в ваш новый дом, в ваше убежище от мира наверху. Мы обязательно предоставим вам все необходимое для поддержания остатка вашей искусственной жизни. Не нужно бояться проникновения каких-либо неизвестных сущностей, так как вход в ваш район, где живет всего 5 человек, будет полностью укреплен, а доступ невозможен. Паника является серьезным фактором, ломающим людей, и может привести к тому, что некоторые попытаются сбежать из безопасного места. Поэтому без возможности входа или выхода можно ни о чем не беспокоиться. Также, пожалуйста, обязательно используйте назначенные места для хранения еды и воды, помещения для хранения энергии и медицинской траурной комнатой. Доступ к лестнице запрещен, так как служащий, ответственный за ваш дом, был обучен решать чрезвычайно важные задачи на цокольном этаже. Ожидается, что все жители будут подвергать критике и наказывать любого человека, пытающегося войти ниже, а все, что такие люди говорят, должно игнорироваться. Немедленно отправьте их в любую доступную секцию медицинской траурной комнаты и позвольте росту случиться. Грустить разрешается после завершения операции. Происходящие события могут казаться пугающими, но Light Courier Enterprises стремится защищать всех клиентов и заказчиков, не нужно бояться. Надежда и только надежда будут подспорьем для всех, кто претерпевает эти изменения. Вперед сквозь темную бездну, которая лежит перед нами. Мы не задержимся на пути домой. Вперед через бытие и энергию сущности, которая окружила ваш мир, внося хаос в нашей жизни. Вперед! Будущее было видно. Мы вернем его. Вперед! 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 Light Courier Enterprises не несет какой-либо ответственности. Позвоните 9915 30 32 14, когда услуги связи станут снова доступны. Все посторонние продукты, мутации или сущности, которые появляются в доме-убежище, не являются продукцией дома-убежища или ответственного сотрудника. Мы не просили его об этом. Ресурсы «Еда навсегда» и «Люблю поливать» в доме-убежище истекают 3 09 дробь 33 2. В настоящее время оказать вам помощь не представляется возможным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова